В Турции в результате землетрясения погибло уже 22 тысяч человек. Это ужасная трагедия для любого, наверное, человека, у которого есть сердце, я не знаю. Но, тем не менее, на ровном месте люди не сидят. Развернули уже целую политическую гонку. Например, мэр города Эрзин заявил, что в городе ни одно строение не упало, потому что он остановил просто коррупцию. Вот молодец. Я, конечно, орнул с этой новостью, потому что в Эрзине я был лично. Это городом сложно назвать, это больше деревня. В основном, одно-двухэтажные постройки там стоят, которые от землетрясения, естественно, рухнуть в принципе не могли. То есть, частный сектор. И в центре там есть небольшое количество домов до пяти этажей. К тому же, очень молод мэр, он в 2019 году стал мэром. То есть, получается, он еще и этот город и основал, потому что вообще он построен до 2015. Я так понимаю, полностью снесли и в 2019 полностью построили. Вот так вот мэр на фоне... Ну, кому, короче, война, кто силы природы приватизировал. Закат закатил, получается. Рассвет рассветил, волну накатил. Это все мэр Эрзине. Его сейчас активно начали пиарить, там СМИ рассказывать вот эти вот небылицы, что ни одно здание не упало, потому что он лично чуть ли там бетон не мешал. Начали это делать, потому что он, естественно, из партии так псевдооппозиционной, основанной Ататюрком. И эта партия, она исторически, ей исторически, точнее, симпатизирует прозападные силы. И, как видите, их не смущает даже откровенное людоедство в рекламной кампании политической. То есть, партия Ататюрка является прямым конкурентом, единственным, пожалуй, конкурентом партии Эрдогана. Учитывая дегенеративность рекламы, я ничего хорошего от этой партии, в принципе, не ожидаю в будущем. Также можете наблюдать, как все наши псевдоопозиционеры, которые с языком в анусе сидели, когда Коран жгли, при этом они называют себя мусульманами, теперь распространяют этот дегенеративный рекламный политический мусор. И особо инфантильные граждане даже в это верят. Оказывается, такие новости на них производят какое-то впечатление, как мэр Эрзиня, словно, знаете, Титан, Атлас, который вот небо держал. Вот мэр Эрзиня, он держит только так свои яйца, потому что если он их уронит, то начнётся землетрясение. Иначе я объяснить не могу. Продолжение следует...